Всем привет! Вы на канале CryptoCommons и мы начинаем наш биткоин обзор. Без воды, без лишнего, сразу к делу. Но я думаю, что сегодня даже не биткоин обзор, а эфир обзор в первую очередь. Поэтому, что там с эфиром? А эфир, ребята, если вы посмотрите хотя бы на 4-часовом таймфрейме, да, он пробивает 2000, и это, конечно, прекрасно. Всех поздравляю, кто в лонгах с нами на Bybit или на какой-либо другой бирже. Напишите в комментариях, где торгуете вы и держите ли вы лонг позиции. Потому что, посмотрите, эфир глобально-то на дневном таймфрейме еще даже только вот из треугольника вышел. То есть ему тут расти, в принципе, там на 2800 и выше. Плюс у них нормально прошло обновление, Шанхай, и вот мы прямо сейчас тестируем 2000. Конечно, психологически сильный уровень, там много заявок в стакане. Но, тем не менее, я думаю, что это пойдет еще выше. О чем написал вчера у нас в телеге, обязательно проверьте подписочку. Вот, когда эфир был еще по 1900. Что жду, ближайшие цели 2200 и 2400. Ну, дисклеймер, не финансовый совет, естественно. Может произойти все, что угодно. Просто выглядит так, что эфир сейчас попрет наверх. Тем более, смотрите, эфир к доллару все еще находится в этом канале. Внутри этого канала и подходит к верхней границе. К 2000, собственно, 100. К 2050, где он был последний раз в августе прошлого года. Ребята. В то время как биткоин уже пробил это сопротивление, потому что оно было в районе 25 тысяч. То есть эфир за биткоином на самом деле опаздывает, о чем все действует вот этот вот график. Но в данный момент, посмотрите, эфир к биткоину отбился от золотого кармана по Fibonacci от 0.61.8. Успешно отбился сложным проколом. И похоже, что сейчас эфир начнет лидировать, а не биткоин. Безусловно, ему для этого надо будет пробить вот это сопротивление в районе 7 миллионов Сатоши. Но я думаю, что он это сделает легко, потому что выход из треугольника, похоже, что был ложный. В общем, я сейчас смотрю побычи на эфир и на альткоины, потому что доминация BTC, конечно, уже очень неплохо отросла, ребят. За последний без малого год. Да, может быть, сейчас еще финальный всплеск. Я на самом деле жду финальный всплеск BTC. Пам, пока альтам. Но потом я жду коррекции в какой-то момент. И вот в этот момент будет альт-сезон. Как вы можете понимать, потому что альты выглядят вот так, наоборот. Это биткоин у нас доминация, это, соответственно, альт-доминация. Поэтому сейчас, конечно же, время накапливать альты, на мой взгляд. Что я, собственно, и делаю. На нашей любимой бирже Bybit у меня открыты вот такие позиции. Это эфириум, аудио пока закрыл, битдао, btc, dash, dot и ltc, а также мана и xrp. Часть пока в минусе, но я думаю, что это все сейчас выйдет в плюс. Да, если что, стопы в профит ставим и не паримся. Потому что это, конечно, мы лонгуем уже локальный хай. Мы лонгуем сопротивление, надо это понимать. То есть тут надо ставить стопы в профит сразу. По TRDR у нас был сигнал по биткоину на часовике. И, как вы видите, он отработал. Началась коррекция, но сейчас похоже, что мы прошьем этот уровень. И на 4-х часовике его, в принципе, и нет. Что немаловажно. 4-х часовик более респектабельный таймфрейм. Посмотрите, вот был уровень, вот уровень, вот уровень. И вот был уровень тоже. И вот сейчас пока не было ничего. Поэтому я думаю, что это все пойдет выше по битку тоже. Я думаю, что биток все-таки пойдет сейчас быстрее альтов. Просто я уже постепенно начинаю набирать свои альткоин позиции. Вот. О чем, опять же, свидетельствует показатель Alt Season Index. Посмотрите. Рекордно низкие значения. 14%. То есть мы в бит-сезоне. Это то время, где нужно накапливать альткоины. Напишите в комментариях, как делаете вы, какие альты набираете. Да, не забудьте поставить лайк, кстати, и проверить подписку на канал, потому что, чтобы потешить алгоритмы Ютуба. Поэтому я сейчас как никогда агрессивно накапливаю альты на споте. И также торгую на фьючах. Вот битдао. Я думаю, что это пойдет очень сильно наверх. Посмотрите просто на эту картину. Битдао нужно, конечно, сначала преодолеть это сопротивление в районе 0.57, где-то. Но я думаю, тоже он с этим справится. Судя по тому, что был импульс. Сейчас коррекционная волна. Я думаю, что будет следующий импульс. Цели, куда это может дойти? Ну вот, куда-то в район доллара и выше, как минимум. Эфир классический тоже, кстати. Посмотрите, насколько сильно он опаздывает за эфиром. Дважды форкнутым уже, да? Дважды хардфоркнутым. За сколько сильно он запаздывает, у него все еще не перегретый RSI. Обратите внимание. У меня пока не открыт лонг по эфир-классику, но он находится на важном уровне прямо сейчас. Это уровень предыдущей поддержки и сопротивления. Много где. Посмотрите, много где. Вот. Поэтому я думаю, что эфиром классик тоже сейчас может просто взять и улететь как-нибудь вот так. Легко. Как и любой другой альт. Лайткоин. Посмотрите, что делает. Растет он. Понимаете? Вот. А по битку, по TRDR, вот эта FIBA у меня, получается, уже не нужна, потому что мы пошли выше. Все, мы откорректировались до 0.23 FIBA и пошли выше. Теперь FIBA будет идти выше до следующего пика. Положим, если он будет где-то здесь. Ну, это мы... Рано говорить об этом. Это мы посмотрим. Пока мы просто ее убираем. Смотрим дальше за индикатором. TRDR, кстати, тоже офигенная штука. Ссылка в описании. Подписывайтесь к нам в телегу, чтобы не пропускать все важные алерты и сигналы абсолютно бесплатно. Не верьте никаким скамерам, мошенникам, которые разводят вас, отправят им крипту и так далее. Я только сегодня отшил какого-то мошенника. Он предлагал очень хорошие деньги за рекламный пост в телеге. Но я посмотрел канал, там что-то пампим. Гарантированный памп на 80 иксов там. Заберете точно. Вот отзывы о предыдущем пампе. Я сказал, слушай, чувак, извини. Но такое ни за какие деньги не делаем. Поэтому, ребята, стараемся для вас. Иногда даже себе в минус. Вот, поэтому, да, не попадайтесь на скамни в коем случае. Думайте своей головой, слушайте, кому вы отправляете деньги и в надежде на что. Вот. Очень много мошенников в чате сейчас тоже. И никак с этим нельзя. То есть они же вам в личку пишут потом. Как мы их баним в чате? Они вам в личку пишут. В общем, не ведитесь на эту фигню. Торгуйте лучше на проверенных биржах. По ссылкам из описания. Такие как Bybit, Bitflex, Femex и прочие. Рабочие кошельки, обменники, все там. По битку только не сказал, да, скажете, Грине. По битку. Куда это вообще все полетит? Да высоко это полетит. Вот что я вам хочу сказать. Это полетит высоко и выше, чем мы думаем. Ну так вот на глазок это полетит, ну куда-то сюда. Тысяч на сорок с чем-то, скорее всего. Будет ли перед этим сквиз или не будет? Да бог его знает. Наверное, и будет. Но как бы цели куда-то сюда в ближайшее время. А там посмотрим, может и на перехай всех рынков. На самом деле, если понимать вообще природу биткоина и в чем его суть, в чем его крутость. И посмотреть, как ведет сейчас себя золото, которое уже переписывает хай практически. Посмотрите, золото. Подбирается к нисходящему сопротивлению. Но я думаю, что оно будет пробито вообще в ближайшее время. Золотом, кстати, тоже можно торговать на байбит. Оно называется PAX G. Главное закрывать позиции на выходные. Потому что фандинг жрет. Хотя можно и зарабатывать фандинг, если вы будете сейчас, наверное, шортить золото. Но, тем не менее. В общем, все ссылки в описании. Спасибо, что посмотрели этот выпуск. И до встречи в следующем. Пока.